Коллеги, добрый день. Зовут меня Мария Нинашева. Я являюсь руководителем проекта, консультантом-аналитиком, практикующим. Работаю на разных этапах проекта руками, головой в качестве администратора в разных совершенно ролях, поэтому стараюсь быть в практике, всегда стараюсь все новые идеи ловить, так что вы мне тоже рассказывайте все, что сегодня у нас, какие вопросы возникают, какие идеи возникают. Так все, прям две минуточки вступительного слова поговорю, чтобы у нас коллеги наши присоединились, активно присоединяются. Наш правило сегодня, тайминг у нас сегодня час. Из этого времени нам нужно выделить немножко в конце на вопросы. В течение вебинара, пока я буду вещать, пожалуйста, пишите все возникающие вопросы сразу в чат, не откладывайте на потом, я их буду видеть. Если я смогу оперативно ответить, встроить свой монолог, то я сразу на эти вопросы буду отвечать. Если вопросы сразу не встраиваются в мой монолог, то тогда по окончании вебинара мы с вами разберем все вопросы, которые были у нас из чата, и я на них тогда отвечу. Если вдруг что-то не успеваем, либо вопрос более обширный, то будет в рассылке ответы на вопросы, а также у каждого участника встречи есть возможность назначить отдельную встречу именно с вами и разобрать именно конкретно ваш вопрос, ваш кейс, чтобы подробно разобраться в ситуации. Бывает такое, что на лету не сразу ответишь на вопрос, надо понять конкретно ваш процесс, чтобы ответить. Так, ну, еще, наверное, пару слов про то, что я сегодня и модератор, и спикер, поэтому я просматриваю ваши сообщения, впускаю в вебинарную комнату вас тоже я. Если вдруг вас отключило, ничего страшного, я вас обязательно увижу, впущу. Ну, главное, вы сразу не отчаивайтесь, если я вас в сию минуту не пустила, значит, я увлеклась и сразу увидела, что вы стучитесь. Запись вебинара будет, поэтому если что-то вдруг пропустили, ничего страшного, вы увидите эту запись. Все наши вебинары, они выложены на сайте и на просторах интернета, их тоже можно увидеть. Так, ну, я думаю, что все основные участники у нас сегодня пришли. Так, презентацию мою видно? Плюсик поставьте в чат, я вижу плюсики, можете еще один поставить, чтобы презентацию. Все, супер, значит, живые здесь есть. Так, что мы сегодня с вами разбираем? У нас сегодня лаконичная программа вебинара, много старалась не расписывать. Так, понятие бесшовной интеграции разберем, плюсы и минусы бесшовной интеграции, когда ее используют, когда не используют, какие у нас есть риски. И практически пример разберем на программе 1С документа оборот 3.0. То есть бесшовная интеграция у нас такое понятие, которое используется не только в тройке, но и в двойке. А скажите, пожалуйста, кто у нас работал с двойкой, кто с тройкой, с какой конфигурацией вообще знакомы, работали, может быть, сейчас внедряете систему на этапе внедрения, чтобы понимать вообще, что больше затрагивать. Может быть, переход у кого-то осуществляется, и там была интеграция с двойкой, а теперь переходите на тройку. Но очень частая на самом деле тема, одна из максимально частых, это когда мы сразу парно внедряем документы обороты ERP, либо документы обороты внедряются в добавок к бухгалтерии, в ЗУПу. То есть это такая система, которая интегрируется, которая контактируется со всеми системами предприятия. Это одна из самых интегрируемых систем вообще документы оборот. И практически в каждом проекте, даже не практически, а, наверное, в каждом проекте внедрения всегда затрагивается тема интеграции. Причем вот я вижу, что у нас не только с ERP, не только с бухгалтерии, вижу, вот с комплексной автоматизацией бывает такое, да, у нас тоже бывает интеграция с УПП, просят интегрировать разные совершенно кейсы, вот, поэтому, наверное, документы обороты это самая прогрессивная система из 1Сных в плане интеграции, которая идет дальше всего, и бесшовная, ну, понятие бесшовная интеграция, оно у нас как-то вот именно ассоциируется с документом оборотом. Вот, для чего вообще у нас служит интеграция? Интеграция служит для того, чтобы, имея несколько инструментов ведения учета, несколько систем, наш сотрудник на предприятии, он чувствовал себя в едином пространстве, то есть, чтобы не выносить данные в несколько систем. Ну, то есть, некоторые приходят к заказчику, он говорит, да, я вот не делаю интеграцию, у нас там чего-то сломалось между системами, мы просто их, ну, не делаем, даже выгрузку не делаем, мы вносим ручками и туда, и туда. Вот, для того, чтобы не тратить лишнее время, для того, чтобы не рассеивать внимание сотрудника, чтобы он себя чувствовал комфортно, чтобы бизнес-процесс наш не разорвались, существует вот как раз-таки интеграция. И чем более мягкая интеграция, чем меньше видит швов пользователь между системами, тем меньше он на эти швы, на эти пороги между системами тратит времени, и тем меньше потери информации между этими системами. То есть, работа пользователя быстрее и эффективнее. Поэтому интеграция – это очень-очень важный момент при внедрении системы, ее обязательно нужно заранее продумывать. Тоже сталкиваемся с моментами, когда у нас приходят и говорят, вы нам документы оборотов, мы его купили, вы его, пожалуйста, нам включите. Ну, вот там есть же какие-то вот три кнопки. Вы его нам включите, мы будем работать, а потом мы подумаем, надо нам интегрироваться или нет. Но так он, к сожалению, не работает. То есть, нужно продумать весь план внедрения системы, в том числе, с чем у нас будет интегрироваться эта система, какие документы у нас будут приходить, какие уходить. Потому что документ оборот, он у нас может служить как хранилище для файлов, для документов, или может служить системой, которой мы согласовываем документы. То есть, сам документ мы потом используем в какой-то другой системе, в других бизнес-процессах, согласовываем мы его в документы обороте. То есть, допустим, тот же договор, мы ведем к нему взаиморасчеты, в учетной системе, управленческой, у нас финансовые потоки идут, а само согласование договора мы проводим в документ обороте. Поэтому максимально важно, мягко для пользователя провести эту интеграцию. Интеграция, она есть разных, ну, есть разные методы интеграции, есть и выгрузка, с которой вы, скорее всего, знакомы, есть универсальный обмен данными. Сегодня мы рассматриваем именно бесшовную интеграцию. Что такое вообще бесшовная интеграция, для чего она служит? Бесшовная интеграция, когда у нас пользователь находится в интерфейсе одной системы, видит данные, которые фактически находятся в другой системе. Ну, вот, к примеру, сейчас мы с вами посмотрим на нашу демонстрационную... Сейчас видно демонстрационную базу? Я периодически буду переключаться с одной системы, ну, с презентации на систему, с системы на презентацию. Ага, супер, отлично, видно. Допустим, мы сейчас находимся в 1С ERP, управление предприятием. Я обычный пользователь. Я пришла в свою привычную систему 1С ERP. Задачи и процессы у меня ведутся в документообороте. И открывая ERP, я вдруг вижу в нижней части, что у меня есть интерфейс документооборот, задачи мне. Ну, то есть я как будто бы вижу, что у меня в ERP задачи, которые там в документообороте присутствуют, живут, они пришли сюда ко мне в ERP, я сижу в своей привычной ERP и вижу свои задачи. Могу их, допустим, открыть, выполнить мою задачу, которая находится в документообороте. Вот пользователи часто думают, что это вот какой-то обмен, и вот этот вот сам объект, сама задача, она пришла в ERP и находится в ERP. На самом деле это не так, то есть это бесшовная интеграция, задача никуда не перемещалась, она все так же находится в документообороте, просто визуально мы ее видим в ERP-системе. Вот это называется бесшовная интеграция. То есть мы видим интерфейс в содержании другой системы, делаем, осуществляем какие-либо действия в другой системе, но визуально видим этот интерфейс в своей привычной системе. Вот это у нас бесшовная интеграция, этим она отличается. То есть когда у нас другие типы интеграции, то информация у нас просто приходит, выгружается. То есть какие-то реквизиты пришли, справочник пришел, элементы справочника, либо статус какой-то документа, он у нас фактически находится в нашей текущей системе. А здесь разница в том, что мы идем по ссылке в другую систему и видим элементы другой системы. В чем плюс? Пользователю очень удобно. Он в привычной среде, ему не надо привыкать к документообороту, ему не нужно заходить в несколько окон, туда-сюда привыкать. А как же пользоваться этой системой? Тот, кто не привык пользоваться документооборотом, он все-таки документооборот отличается визуально от других систем, нужно адаптироваться. А когда это бесшовная интеграция, в принципе, бухгалтеру не нужно особо сильно вникать в интерфейс и учиться пользоваться документооборотом, если он выполняет какую-то определенную только функцию, выполнить задачу по исполнению бизнес-процессе в документообороте. Это плюс. В чем у нас сложность? Первое, это не все системы у нас поддерживают бесшовную интеграцию. То есть мы там ниже будем с вами перечень систем рассматривать. Есть ряд требований к системе, чтобы она поддерживала бесшовную интеграцию, чтобы можно было ее настроить. Если у нас у системы бывают устаревшие системы, которые не входят в перечень систем, которые бесшовно интегрируются с документооборотом, если у нас такого механизма нет, то, извините, тут мы уже сделать ничего не сможем. Тут приходится пользоваться все-таки стандартными прежними методами, не совсем прогрессивными, но что есть, то есть. Ну и, соответственно, все наши функции, которые мы хотели бы видеть, они теряются. Я вижу, что задачи биомия отображаются в комплексной автоматизации. Вопрос в чате. Нужно смотреть вашу комплексную автоматизацию, что у вас там вообще в принципе настроено, и тогда уже мы поймем. Вот это хороший вопрос. На после вебинара, на проведении встреч, после вебинара можно провести анализ. У нас Юля в чате задает такой вопрос. То есть, если у вас какая-то система, где вы не можете полностью реализовать, не видите функционал полной бесшовной интеграции, надо смотреть, что у вас как настроено, вообще поддерживает ли ваша система, какой она версии. Что нужно нам для того, чтобы была бесшовная интеграция? Это, опять же-таки, одно из ограничений. Не все компании готовы на это идти. Бывают такие компании, которые по внутренней безопасности, либо по возможности серверов, ну и там целый ряд ограничений бывает самых невероятных, когда клиент, заказчик, который внутряет документы оборот, он не готов к публикации базы. В редакции 2.1 у нас было требование, чтобы опубликована была одна база, а опубликована была база только документы оборот. То есть, вторая база не должна была быть опубликована, ну, требований такого не было. И настройка у нас осуществлялась только с одной стороны, со стороны интегрируемой системы. Вот. Теперь у нас другая ситуация. У нас теперь публикуются обе базы. То есть, если мы, мы сегодня пример будем рассматривать, если мы, допустим, ERP интегрируем документы оборот, у нас опубликованы на сервере обе базы и документы оборот и ERP. За вот этот вот бесшовный обмен, за возможности бесшовного обмена отвечают у нас веб-сервисы. То есть, каждый веб-сервис, он отвечает за свою функцию, за передачу очереди сообщений, за визуальные, вот это то, что мы видим, задачи и процессы другой системы. Отвечают определенные веб-сервисы. Надо понимать, что когда мы их настраиваем, мы четко должны для себя определить критерии, чем у нас будет служить документ оборот. Это будет у нас просто хранилище наших файлов, документов. Либо мы будем работать с процессами, с задачами. Что мы конкретно будем передавать? Мы будем передавать документы, мы будем передавать реквизиты. Какие это должны быть реквизиты? Мы будем принимать статусы. Что у нас с этими статусами документов будет происходить? На этапе обследования необходимо обязательно определиться, даже если у вас уже сейчас работающая система, но вы не совсем понимаете вот это вот полное описание, что куда у вас обменивается, какой результат получается в каждой системе. То есть, цепочки неполные, их обязательно нужно описать и пробелы эти дополнить. То есть, обычно описывается полная цепочка документов. Ну, допустим, возьмем заявку на оплату. У нас есть документы, ну, то есть мы должны понимать, где у нас начинается процесс закупки у поставщика, какая цепочка документов у нас формируется по этому. Ну, то есть у нас есть там, допустим, заявка на оплату поставщику. Вот, какой состав реквизитов у нас там есть. Мы должны понять, какие из этих реквизитов нам нужно отправить в документы оборот для того, чтобы мы могли согласовать. Может быть, добавить какие-то дополнительные реквизиты. То есть реквизиты документа, которые у нас в интегрируемой системе в ERP и реквизиты документов, документы обороте, которые мы с вами интегрируем, они должны иметь одинаковое у нас значение, если они там, допустим, сопоставляются. Должны иметь одинаковый формат данных, иначе ничего не получится, просто системы между собой не будут общаться. Вот. Также еще система должна понимать, сопоставлять некоторые реквизиты. Допустим, ответственный сотрудник. Если мы отправляем реквизит из ERP, ответственный сотрудник, то у нас в документ обороте соответствующий ответственный сотрудник тоже должен быть, иначе система туда придет. Ну, реквизит пришел, там, Петров из ERP, а в документ обороте Петрова нет. Что туда поставить? Значения нет. То есть нам нужно понять, какие справочники у нас тоже должны быть идентичные. Как их сделать идентичными? Где у нас создается пользователь? В одной системе, в другой системе. Многие говорят, ну, давайте создавать везде. Но если мы будем создавать везде, то справочники разойдутся. То есть при внедрении вот эти вопросы все тоже их нужно решить. Если вы уже внедрили и вопросы не этими задались, то, скорее всего, в процессе работы, эксплуатации у вас возникают с этими проблемы. То есть для того, чтобы у нас была интеграция, в принципе, любая, но в рамках Пешовной мы тоже об этом говорим. Нам нужно понять перечень элементов, которые у нас должны соответствовать в интегрируемых системах. Перечень четкий, какие элементы у нас в каком направлении будут перемещаться из одной системы в другой, использоваться в одной системе или в другой. Составить соответствие статусов в документах. То есть это прям такой план тех данных, которые вы должны обследовать перед тем, как внедрить. Ну и если мы принимаем решение, что это будет бешевая интеграция, нужно еще обеспечить техническую настройку публикации обеих баз и ERP и документа оборота. Еще раз поговорю, что за это отвечают у нас веб-сервисы. И мы принимаем решение первое. Мы понимаем, может ли наша интегрируемая система вообще чисто технически использовать бешевую интеграцию. Если не может, то может быть перейти на более современную систему. Такое тоже часто бывает. Работает на ERP, переходит на ERP. Это вот один из топовых проектов сейчас. И в паре переходит документ оборот ERP. с устаревших систем. И понять по каким-то своим техническим ограничениям, ограничениям в плане безопасности, можем ли мы позволить себе использовать веб-сервис. Далее. Идем с вами. Далее. Тут чуть подробнее про веб-сервисы. Я про них сильно глубоко вдаваться в технические подробности не буду. Чтобы сейчас нам эфир этим не забивать. Мы с вами лучше больше на практике поговорим. Хотела сказать про документы оборот 2.1 и 3.0. То есть и там, и там у нас используются бесшовные интеграции. Те, кто видели в документ обороте 2.1 настройки бесшовной интеграции, в стройке они немного отличаются. Мы настраиваем в двух системах. То есть раньше мы только на стороне интегрируемой системы, допустим, в ERP только настраивали. Теперь мы настраиваем в двух системах. И в ДО, и в второй системе, в ERP. У нас есть в открытых источниках от 1С демонстрационная настройка с управлением торговли. Кому интересный часик напишите, ссылочку кину. Была, по крайней мере, на этой айсе. Вот там можно самому пощелкать, посмотреть, как это работает, почитать, как это работает. Вот. Что мы можем вообще, в принципе, с помощью бесшовной интеграции делать? Что она нам может позволять? То есть мы сейчас проговорили так общие моменты, что мы можем видеть процессы задачи, что мы можем хранить как документы. Давайте проговорим по пунктам, что у нас имеет бесшовная интеграция, что она нам, какую полезность дает. Мы можем создавать документ на основании интегрированного прикладного решения. То есть у нас есть данные прикладного решения в другом каком-то, допустим, в ERP. У нас есть заявка на оплату. И мы создаем зеркальный документ, то есть документ, который мы будем согласовывать, карточку документа, в документ обороте. Это у нас, допустим, согласование заявки на оплату. Проходит бизнес-процесс, наш документ в документ обороте согласован, и статус улетает в ERP. Там мы уже можем дальше продолжать наши действия. Далее. Мы можем создавать документы и элементы справочников интегрированного прикладного решения на основе данных документа обороты. Что это значит? Самое элементарное, самое распространенное. У нас у всех есть контрагенты, с которыми мы работаем. Чаще всего, когда к вам приходит новый контрагент, мы заводим его карточку в системе. И до того, как мы начинаем с ним какие-либо финансовые операции, какие-либо сделки, мы его проверяем на благонадежность. Мы проверяем его документы. Он проходит определенный процесс согласования. И определенный процесс писания документов с ним, исполнительский некий, если у вас есть, допустим, отправить, приложить скан. То есть целый ряд, целый бизнес-процесс у нас происходит при работе с нашим контрагентом до того, как у нас начались фактические финансовые потоки между нами и нашим контрагентом. Вот поэтому очень часто контрагентов, мастер системы по созданию контрагентов, у нас является документ оборот. То есть сами карточки контрагентов, они у нас создаются в документ обороте. Далее при создании определенных условий, формировании определенного пакета документов, у нас стартует бизнес-процесс по согласованию контрагента. Если мы его зарубаем, мы его не согласовываем, мы с ним не хотим работать, то у нас контрагент остается в документ обороте, не согласованный. Все, он у нас в учетной системе, допустим, в ERP финансовый, он у нас не присутствует, мы его не выгружаем, мы его не согласовали. Если же контрагент у нас согласован, то мы можем его использовать уже в качестве контрагента в договорных документах и согласовывать уже именно договор по нему. И можем его выгружать в качестве элемента справочника контрагента в ERP. В этом случае нам важно предусмотреть, что в другой системе у нас, что будет происходить в другой системе. То есть будет ли у нас возможность в каких-либо других системах создавать тоже контрагент. Бывает там с целью того, чтобы процесс не тормозился, все-таки принимает решение создавать еще в какой-либо системе, но с ограничениями. Это не очень хорошая история, потому что у нас могут быть дубли контрагентов, могут быть там временные лаги, если у нас проверка идет на наличие в другой системе. То есть все-таки у нас должна быть одна мастер-система по созданию договоров, по созданию контрагентов, все что угодно. То есть это у нас функция создания элементов справочника. Далее устанавливать связи между документами. То есть у нас единый бизнес-процесс идет. Допустим, там заявка на командировку, приказ на командировку. Заявка на командировку у нас согласовывается в документообороте. Приказ на командировку у нас согласовывается в зубе, потому что это уже регламентированный документ. Посредством интеграции бесшовной, посредством передачи реквизитов у нас на основании одного документа формируется другой документ в такой системе. Обновлять реквизиты связанных объектов. Если у нас изменяется что-то в реквизите одной системы, в реквизитах документа одной системы, то надо продумать, как у нас изменяется реквизит в другой системе. То есть это означает, что не просто мы поменяли реквизит, допустим, договора в документообороте. У нас есть согласованный договор, мы год по нему работали, там у нас лимит на одну сделку миллион стоит. Мы такие, а вот я вот прямо сегодня решу просто так, у меня вот есть права в системе, я поставлю не миллион, а 10 миллионов, этот реквизит у нас улетел. ERP и все, и теперь можно вот по этому лимиту работать. То есть любые изменения, которые у нас уходят в другую систему, они должны быть четко продуманы. Какие последствия у вас будут в другой системе, если вы из документооборота изменения отправите в другую систему, если это особенные элементы регламентированного учета, если это договорные документы, кадровые, любые. В общем-то тут любой документ взять, есть просто критичные реквизиты, которые у нас используются, там юридическое значение какое-то имеет. Есть реквизиты, которые вспомогательное значение имеют, в принципе мы их можем отправить. Вот тут очень важно над каждым реквизитом четко подумать, в какой момент, в какой системе вы его можете менять, а в какой момент не можете менять. Что произойдет, если вы в одной системе поменяете, а в другой системе не поменяете. То есть работа с реквизитами, она очень кропотливая, очень ответственная. У вас на старте должен быть, когда внедряете, когда работаете с реквизитами, у вас должен быть полный перечень с поставлением мэппинга реквизитов, мэппинг с поставлением реквизитов в одной системе и в другой. И полное описание, что у нас есть этот реквизит в одной системе, что в другой и что будет между ними происходить, когда их можно менять, когда нельзя. Какое значение они имеют? Запускать бизнес-процесс по документам и справочникам интегрированного прикладного решения. Ну, в общем-то, мы это проговорили. То есть у нас есть, допустим, объект какой-то системы. Допустим, мы ведем контрагента все-таки не в документообороте, а в ERP. Мы его создаем, контрагент у нас находится там, заводится в ERP. И, допустим, у вас менеджер по продажам работает в ERP, а не в документообороте особо не работают. Какую-то функцию, может, выполняют, но не их место работы. Рабочее место у них в ERP, они создают там контрагентов, мастер системы ERP. И получается, что в документообороте для того, чтобы контрагенты согласовали, создается зеркальный документ, карточка документа. Карточка контрагента, согласование контрагента. И согласование само происходит в документообороте, а сам контрагент, мастер системы создания контрагента в другой системе. Такое тоже может быть. Также можно использовать документооборот как файловое хранилище. То есть мы обращаемся к документообороту только чтобы посмотреть файлы. Мы не используем процессы и задачи, так тоже можно. Дальше. Создавать письма по данным интегрированного прикладного решения. То есть вы ведете бизнес-процессы финансовой операции в другой системе ERP. А именно переписку внешнюю с контрагентами по данным вопросам можно производить через документооборот. То есть здесь можно настроить почтовый клиент и производить переписку. Вести учет трудозатрат. Есть такой функционал по ведению проектной деятельности, по ведению трудозатрат в разрезе проектов, в разрезе разных графиков работ. Есть для этого соответствующие справочники. Функционал не очень популярный, но те компании, которые используют, они обычно знают, чего хотят. Я работала даже в проекте внедрения, где у нас наша система под наведением трудозатрат. Был именно документооборот. В общем, вполне себе удобно. Заполнять таблицы товаров в услуг, статей, ДДС. И эта возможность тоже есть, если вдруг не используете, имейте в виду, что это тоже можно ввести в документообороте. Не все знают. Обеспечить оперативное появление документов интегрированным прикладным решением после их регистрации в документообороте. Это как раз-таки бесшовная интеграция позволяет автоматически создавать документы на основе нашего документа в документообороте. Получить оперативный доступ к договорам, связанным с документами, файлам. Очень удобно, потому что в ERP, в других системах, в бухгалтерии работали прекрасно, знаете, там пока зайдешь документ, карточку, пока найдешь скрепочку, пока там начнешь копаться в приложенных файлах, найдешь нужный реквизит. Это занимает очень много времени. Документооборот, он продуман так, чтобы пользователю было удобно работать с документом. Для чего подробно проговорили, что нам позволяет бесшовная интеграция, чтобы четко понять, чем вы не пользуетесь. Потому что очень многие начинают пользоваться, что-то прочитали, сами запустили систему, а всех возможностей не знают. Если вы уже пользуетесь, вы уже внедряете, то обязательно посмотрите полный перечень, что умеет документооборот. Часто используют не все, что умеет документооборот. Дальше. С чем у нас, с какими конфигурациями работает бесшовная интеграция? Это у нас открытая информация, можете всегда на ИТС посмотреть. 1С ее публикует, всегда можете проверить, подходит ли ваша редакция, ваша конфигурация для того, чтобы работать с документооборотом и именно использовать бесшовную интеграцию. Обязательно эту информацию используйте. Так, тут у нас больше такая визуализация, как у нас работает бесшовная интеграция. Мы достаточно много об этом поговорили. Теперь мы с вами перейдем именно к системе. Наверное, самое интересное. Посмотрим, как у нас выглядит бесшовная интеграция в системе. Так, скажите, мне видно ли у нас база ERP? И заодно я вот вижу чат, вижу вопросы, вижу, что Алексею интересен обмен документооборот 3 плюс УТ. Ну, да, обмен полезный, потому что это управленческая учетная система документооборот. Сейчас у меня не, ну, как бы этой конфигурации УТ сейчас настроенной нет, но вполне себе настраивается, потому что ERP же у нас комплексная система, большая, и все то же самое у нас есть УТ настраивается. Поэтому, если у вас есть какие-то конкретные вопросы в управлении торговли, что интегрировать, сможете их отдельно задать. Нам можно встречу назначить, поподробнее эти вопросы разобрать, что конкретно вы хотите интегрировать. Вот. Так, и в обмене, что у вас должно участвовать. Дальше, вот вопрос у нас от юзера, не знаю, нету имени. Соответствие любых элементов, реквизитов, можно настраивать в режиме предприятия. Вопрос, что можно настраивать в режиме предприятия, а что нельзя настраивать в режиме предприятия. Все основные настройки, бесшовные интеграции, если у нас базы обе опубликованы, и все нормально, они у нас настраиваются в режиме предприятия. как раз-таки мы сейчас с вами об этом поговорим, где у нас находятся настройки, на стороне ERP, то есть интегрированной системы. У нас есть в разделе НСИ администрирование интеграция с документом оборота. Ну, как по мне, и как будто бы впечатление такое у многих, что в общем-то ничего сложного. Вот три галочки поставил, соответственно настроил, и все, и в путь. Вот, то есть сейчас мы находимся с вами в режиме предприятия. У нас с вами есть ссылка нашего опубликованного документа оборота. Очень важно, если у вас есть документ оборот, ваш опубликованный ERP, есть тестовый контур. Вот столько раз мы с этим сталкивались, когда у нас заказчик сам администрирует сервера и владеет этими всеми адресами, ими оперирует. Бывает, путают адреса баз, и у нас получается из копии базы начинают данные поступать в рабочую базу ERP, и начинают думать, откуда же у нас такие сумасшедшие там цифры какие-то появляются. Следите, пожалуйста, и пусть у вас один человек следит за тем, что у вас настроено в системе, и что где у нас опубликовано. Вот как бы это ни странно звучало, часто мы с этим сталкиваемся, что у нас откуда-то не оттуда выгрузилось. Кто-то из администраторов ошибся с адресом вас. Внимательно за этим следите. Дальше мы галочками, галочками тут отмечены, чем мы будем пользоваться в нашей интеграции. То есть, что у нас будет вообще в принципе включено или нет. Использование для обработки объектов. Будем мы с этим работать или нет. Согласование, то есть будем ли мы работать со статусами, будем ли мы бизнес-процессы запускать, работать с задачами. То есть, если мы вот это вот не включим, мы можем использовать документ-оборот просто для хранения файла. Все. Вот. Тут же у нас технические настройки настраиваются. Такие как максимальный размер файла, срок хранения обмена. Вот. И устанавливается, как часто мы будем обновлять связанные объекты. Вот. То есть, устанавливается расписание. Не нужно ожидать, что у нас система сама мгновенно все везде передаст. То есть, есть определенные регламентные задания. Вы что-то сделали в одной системе. Изменили реквизит. И когда у нас именно вот обновляются в связанных объектах реквизиты, то для того, чтобы у вас во второй системе изменилось, нужно, чтобы прошло рекламентное задание. Рекламентное задание, оно работает по расписанию. Вот как будет настроено расписание, так у вас и будет оно отрабатывать. Потому что пользователь говорит, ой, как вот долго работать. Ну, это вот настройки. Такие определенные, значит, заданы. Они тоже имеют свою определенную логику. Вот. А где у нас настраиваются, собственно, сами реквизиты? Есть у нас ссылка правилами интеграции. Ну, по мне так особо-то ничего сложного. Потому что мне кажется, что 1С не всегда сложнее даже, например, там какого-нибудь Инстаграма. Там, мне кажется, даже поболее иногда бывает кнопок, кто к чему привык там визуально. Здесь вполне себе все логично. Есть у нас реквизиты ERP и чем мы их заполняем из документа оборота. Есть у нас перечень документов соответствующих, как он называется ERP, как он называется в документ обороте и реквизиты, что у нас куда идет. Когда мы указываем, чем заполнять, это к вопросу о том, все ли у нас в режиме предприятия настраивается. Вот мы с вами сейчас находимся в режиме предприятия. Видим, что настраивается у нас все здесь. Но при этом мы можем с вами прямо из реквизита объекта документа оборота заполнять. Тут важно понимать, что если у вас из реквизита объекта документа оборота, то есть вы берете значение реквизита другой системы и его тащите в ERP. У вас в ERP должны быть такие же значения реквизита, иначе у вас не поймет система, что сопоставлять. Вот тут, если вы указываете вот такое заполнение реквизита, у вас должны быть справочники, значения реквизитов идентичные. Далее, есть у нас из указанного значения, то есть вы указываете на конкретное значение. Из выражения на встроенном языке тут уже нужно у нас работать нашему программисту, вот, и указать на какой стороне у нас выражение это работает. То есть мы задаем алгоритм системе, откуда есть чего убрать. Бывают очень большие коды, мудреная логика, ну тут уже работает программист. Вот, но в принципе, теоретически, если у вас не сложные алгоритмы, то можно настроить вполне в режиме предприятия аналитику, либо сотруднику, который выполняет эту роль. Мы можем в соответствии как обычных реквизитов настроить, так и дополнительных реквизитов настроить. И мы можем статусы передавать, то есть мы это видим, эти строки. Если вам что-то нужно еще дополнительно к этому передавать, то нужно уже продумать, чего вы там хотите видеть. Но обычно всего хватает. То есть тут уже... Теперь мы с вами посмотрим, что у нас происходит на стороне документа оборота. То есть мы сейчас посмотрели с вами ERP и как выглядит настройка ERP. Теперь мы посмотрим на стороне документа оборота. Как у нас здесь происходит настройка интеграции. У нас тут есть тоже страничка рабочее место по настройке бесшовной интеграции. У нас указывается наш адрес опубликованной базы ERP. Также указываются данные, как у нас обновляются объекты, как часто, сколько у нас хранятся сообщения. То есть в принципе все то же самое у нас и используется. Так, и также у нас есть правило загрузки данных. Так, заявка на оплату, заявка на расходы на денежных средств. Вот что ли мы смотрели. Так, у нас вот база хочет включаться. Что-то у нас наши системные администраторы. Вот так бывает. То есть у нас данные в обратную сторону сейчас не загрузят. Что-то у нас там с публикацией на сервере. Вот поэтому важно следить одному человеку, одному администратору за состоянием. То есть на текущий момент у нас данные загружаются в ERP. Вот. Обратная загрузка, так как у нас обычно как происходит. Есть служебный пользователь. Правильно, создавать одного служебного пользователя, который у нас работает с системой. Вот. Который именно отвечает за интеграцию. И при настройке этого служебного пользователя данные его вводятся. Тогда у нас одна система может идти по ссылке в другую, забирать данные. Другая может в обратную сторону идти. Настройки аналогичные в двух системах. То есть мы точно так же видим здесь те же самые настройки. Вот. Важно, чтобы у вас в обеих системах все было, все работало, все пользователи были активные. Вы могли подключаться. Тогда полный функционал работает. Если вы видите, что у вас какая-то часть функционала не работает, тогда вам нужно обязательно задаться вопросом, где у вас что отключилось. И идти, допустим, к вашему администратору серверов. Что случилось с этим? И мы с вами посмотрим сейчас пример настройки. Как у нас выгружаются документы и как мы их видим. Возвращаемся с вами в ERP. Так, сейчас я проверю. У нас там два пользователя вышли. Сейчас я их верну на место. Так, и пока мы с вами, к примеру, не прископили, я сейчас посмотрю, что у нас в чате. Так, вижу вопрос от нашего участника. Обязательно для начала проводить синхронизацию справочников, прежде чем настраивать интеграцию. Я об этом, да, страгиваю вопрос. Для того, если вы хотите полноценно, чтобы у вас система сопоставила два реквизита и значение установила. То есть, если у вас есть дата понятная, это у нас формат реквизита и дата текущая установится. А если вот, допустим, у нас есть реквизит ответственный, или организация. Вот если у вас организация в ERP присутствует, а в документообороте не присутствует, то есть у вас справочники разные, а вас вот здесь вот вы устанавливаете из реквизита объекта 1С документооборот. То есть у вас система ERP несет свою организацию туда, допустим, там ООО «Ромашка» и ищет в справочнике документооборота ООО «Ромашка». И если она не находит в справочнике ООО «Ромашка» этот, ну, справочнике документооборота ООО «Ромашка», то она пишет, извините, я документ создать не могу, я не вижу такую организацию. И получается, что у нас бесшовная интеграция не происходит. Для этого нам нужно сопоставлять реквизиты. Если у вас из указанного значения, то есть вы определенное какое-то значение готовое из ERP, просто ставите документооборот и не проверяете его на наличие справочников, соответствующих в документообороте, это другое дело. Если у вас не заполняется или заполняется по какому-то определенному скрипту, по логике в стройном языке, то здесь тоже. То есть вы каждый реквизит должны проанализировать, как вы его заполнять будете, для чего вы его заполнять будете, как вы его использовать будете, нужен ли он вам. Отсюда вы уже идете, нужно ли вам синхронизировать справочники, и какие конкретно нужно синхронизировать, а какие вам не критично синхронизировать. Так, еще у нас вопрос статуса ERP, документам можно ли передавать в состояние документа ОДО? Да, конечно, можно. То есть у вас заявка в статусе зарегистрирована, вы можете передать соответствующий зеркальный документ, статус зарегистрирована. Если у вас там платеж произведен, вы можете... Тут вопрос, куда вы хотите, в статусы или в состоянии. То есть у ERP используется понятие статус документа. Это реквизит. А в документообороте понятие другое, состояние документа. То есть если мы посмотрим на нашу базу документа оборота, ну, любой сейчас просто открою, то у него есть состояние. Это реквизит как состояние. Вот состояние – это регистр, то есть это не справочник, он регистрируется состояние, накопленное состояние нашего документа. То есть он сначала был соглас... Ну, сначала он на согласовании, потом он будет согласован, потом он будет исполнен. Сейчас какой-нибудь, может быть, более... Который прошел побольше состояний. Ну, если вот мы развернем, какие действия у нас с ним происходят, те у нас и копятся. Тут вот прям на примере надо смотреть. Ну, в общем, этот вопрос мы можем с вами прям разобрать более подробно, встречу, если нужно, провести. Можем с вами это разобрать. Просто пример не вижу. В общем, состояние – это не то же самое, что статус. И мы обычно делаем отдельный реквизит в статус документа и туда передаем. Потому что передавать в состояние – это не совсем правильно. Если у нас соответствующего реквизита не найдет, если у нас поставлены два реквизита и соответствующего не найдет, то будет ошибка. Так, теперь мы с вами посмотрим все-таки наш пример по документу. Посмотрим, Анна, на примере заявок на расходование денежных средств. У нас есть некоторые документы, которые уже созданы. Вот мы сейчас как раз-таки посмотрим. Есть у нас документ. Это у нас тут, обращу внимание, сразу вот у нас тут ОРОВ заявитель. Это у нас документ ЕРП. Мы с вами идем по ссылке в документ оборот и создаем заявку на оплату в документ обороте. То есть это у нас другой документ. Здесь заявка на расходование. Это документ ЕРП. Он у нас регламентированный, определенный, может иметь следы в системе ЕРП, финансовый поток определенный создает. Заявка на оплату – это документ, который у нас создает, который используется в бизнес-процессе. Мы его с вами создаем. И вот сейчас мы видим отражение документа обороте. Сейчас мы на него перейдем. Служебный пользователь, СИС-админы наши там очень постарались перед вебинаром. Вот. Не все мы можем. Вот у нас создался документ, документ оборот. То есть у нас передались определенные реквизиты сюда. Вот у нас Орлов нашелся в документ обороте. Ну и все соответствующие реквизиты, которым у нас настроен этот вид документов, интеграция этого вида документа, они у нас передались. Так. Вернемся. ЕРП. Сейчас мы с вами закроем документ оборот. Нам не мешал. Вернемся с вами в ЕРП. Так. И это тоже мы пока закроем. Что у нас будет происходить? У меня там, по-моему, были заявки, которые давали ошибки, которые давали ошибку. Сейчас мы с вами попробуем сделать ошибку. Вот. Объект у нас не создалось, не удалось создать, потому что у нас ошибка при заполнении наших данных справочника. Вот такая ошибка у нас будет появляться. Если мы неправильно настроили интеграцию, если у нас не поставлены реквизиты, то у нас ничего с вами в интеграции, собственно, не получится. Данные у нас демо-базы, они не совсем синхронизированы, то есть они демонстрационные. Какие-то элементы у нас есть синхронизированы, какие-то нет. Показала на примере синхронизированных и на примере, когда у нас создается ошибка. Так. Ну, у нас с вами осталось 5 минуточек от нашего вебинара. Если у вас есть еще вопросы, можете писать в чат. В общем-то, сейчас я чат еще раз просмотрю. Мне кажется, что мы ответили на все вопросы. Есть вот вопрос, тут ERP-2 и ERP. Я думаю, что имеется в виду, Сергей, вопрос интеграции, наверное, все-таки документы оборота 2.1 и ERP. Интеграция двойки также работает, просто немножко в принципе другой. У интеграции с тройкой больше возможностей. Вот. Так. Тогда на сегодня еще раз повторюсь. У нас будет с вами рассылка с записью вебинара. У нас также наши все вебинары можете смотреть на нашем сайте. Анонсы вебинаров тоже смотрите, пожалуйста, на нашем сайте. У нас там целая серия документов обороту третьему. Идет серия вебинаров. Вот так что можете смотреть. Вижу еще один вопросик в чат. Это, наверное, будет последний наш завершающий. Где в этом случае лучше хранить файл. Тут вопрос, ну, надо, наверное, понять, в чем вопрос именно. Есть у нас файлы. Файлы это у нас Word-овские, это у нас Excel-овские, это у нас PDF-ные файлы, сами файлики. Ну, сами файлики вообще надо понять, мы хранить будем в 1С, мы будем хранить на нашем сервере. Вот. А потом надо понять, где, через что мы туда идем. Через документы оборот и храним карточки этих документов к этим файлам в документы обороте. Либо мы храним, допустим, в системе ERP. Вот. Если у нас, если мы дрожим своей базой, не хотим ее раздувать, если у нас большой объем приложенных файлов, то сами файлы физически у нас хранятся на сервере. Система 1С идет у нас на сервер посылки и показывает пользователю, то есть пользователь работает в системе, он просто раскрывает файл из посылки сервера. Фактически хранится файл на сервере. Плюс в том, что база ваша не раздувается, минус в том, что вам нужно содержать сервер, иметь определенные, обслуживать, определенные мощности иметь, но зато вы спокойны со своей базой. Вот. Ну, также настраивать определенные условия по сохранности этих файлов, по работе с этими файлами. То есть целый ряд требований нужно соблюдать. Второй вариант. У вас мало файлов, у вас нет ресурсов, чтобы их где-то хранить. Вы можете хранить прямо в системе 1С. Вопрос, где хранить в ERP или в документообороте. Он для того, он и документооборот, чтобы хранить там удобно, размещать, удобно проходить к документу. У нас там тоже вебинар был именно в работе с видами документов, с настройками видов документов. Там я побольше показываю, как выглядят вообще файлики сами, где расположены. Так, и вижу вопросик тоже важный. Успею за 3 минуты ответить. Сергей спрашивает, ваше мнение, есть ли смысл переходить с двойки на тройку? Ну, вот переход именно сейчас, вот здесь и сейчас, о нем нужно подумать. Первое, готовы ли вы, второе, хотите ли вы. Потому что, ну, в текущий момент, потому что переход с двойки на тройку, это такое перевнедрение, это не просто обновление и все. Это нужно все процессы перенастраивать заново, потому что механизм настройки бизнес-процессов, он совершенно другой. Также другой механизм настройки прав там на, получается, разрезы, общие специальные разрешения прав, они упразднены и разделение прав на уровни папок упразднено, а там этого теперь уже нет. То есть вам всю ролевую модель нужно будет переделывать и еще нужно будет перенастраивать полностью все бизнес-процессы. Но если вы планируете расширять перечень видов документов автоматизированных, допустим, у вас сейчас три вида документа, а вы хотите автоматизировать еще 25, то сейчас лучше сейчас вам прийти на тройку, а потом уже автоматизировать все остальные виды документов. Иначе ваш переход потом, он будет неизбежен, потому что все-таки двойку уже не развивают, а просто поддерживают. Все равно будущее за тройка. Если же у вас в текущем моменте ограниченные ресурсы, у вас финансирование сейчас не планируется на автоматизацию, и вы ничего пока нового внедрять не собираетесь, просто работаете на текущей системе, но тут можно подумать вообще, надо ли вам переходить, может пока еще проработать, потому что двойка она работает стабильно, тройка она постоянно идет новая, она выкидывает сюрпризы. Если это новое внедрение, то однозначно тройка, потому что если вы сейчас внедрите двойку, то вам сразу нужно думать о тройке. Так что вот такой ответ. Так, у нас с вами 14.59, мы с вами завершаем. Спасибо вам за активные вопросы, мне кажется, достаточно продуктивно мы с вами сегодня поработали. Ну и проходите на наш вебинар еще. Спасибо. До свидания, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok